здравствуйте на библейский портал экзегет пришел вопрос как быть если у супругов в процессе семейной жизни возникли друг другу чувства неприязни и усталость друг от друга может пожить отдельно постел павел говорит в послании к эфесиным так должны мужья любить своих жен как свои тела любящий свою жену любит самого себя постел петр также вы мужья обращайтесь благоразумно с женами как с немощнейшим сосудом оказываем честь как сонаследницам благодатной жизни дабы не было вам препятствие в молитвах вот если мужчина оказывается не оказывает честь своей жене как сонаследницы благодатной жизни то будет препятствие в молитве что это значит значит что господь не будет слушать мои молитвы мы строим наши христианские браки как малую церковь 5 глава послания к эфесиным если вы внимательно прочитать большого отрывок из этой главы как раз и читается в качестве апостольского текста в чине венчания видно что апостол павел одновременно рассуждает и о всей церкви и о малой церкви как о семье можем ли мы себе представить чтобы христос однажды каждому из нас сказал я тебя устал давай я поживу от тебя отдельно что тогда мы будем делать мы погибнем просто тогда как это возможно надо смотреть почему пришло это охлаждение дело в том что жизнь в браке конечно имеет свои задачи и свои испытания в разные периоды вот этой брачной жизни в юности там бурлит страсть характер сложности надо чего-то добиться а потом когда дети выросли очень часто оказывается что и говорить то нет чем супругом вот они живут двое в одной квартире а стали друг другу чужими людьми то что она ахматова назвала одиночество вдвоем и живут не разъезжаются просто может разъехаться некогда некуда вот это конечно грех во первых это грех во вторых это потеря и в третьих это вообще пространство для труда и работы потому что в течение всей брачной жизни муж и жена должны строить свои радостные счастливые взаимоотношения на всех уровнях на телесном на душевном и на духовном и духовный уровень постепенно с годами выходит на первый план и душевный а телесный отходит на второй и потом пропадает так вот что это значит это значит что надо прежде всего вместе молиться вот если в церкви не совершается богослужение молитвы это музей там может быть очень красиво но там не совершается главного ради чего храм построен семья это малая церковь попробуйте со своей супругой хотя бы вечером встать и прочитать вместе молитву потом отрывок из евангелия если вы венчаны если вы действительно малая церковь то у вас под ногами на глубине забитый заилившийся и уже не видно источник благодати который вы всегда можете открыть и снова это благодатная помощь божия будет бить вот этим обильным таким фонтаном понимаете потом надо потрудиться и построить душевное понимание надо куда-то ходить надо вместе гулять надо обсуждать книги можно даже вместе посмотреть фильмы какие-то вместе заняться каким-то делом вместе почитать что-то о боге и обсуждать это это требует труда а если вдруг вот мне она стала неинтересна это слово здесь лишнее вдруг это не вдруг происходит это происходит потому что этот труд не совершается по постоянному узнаванию человека вы знаете в церкви мы все знаем что можно второй раз повенчаться иногда даже 3 но церковь к этому относится как к снисхождению к немощи человек который венчался второй раз даже вдовец такой человек на год отлучался от причастия раньше а требование о том что брак может быть только один по-настоящему церковь может быть только одна осталось не потому что это отдельные требования а потому что эти требования стопроцентно применяются осталось к семье священника если священника вдовел он или должен снять с себя сан попасть под запрет архиерея если он хочет второй раз жениться или жить один почему потому что матушка его там ждет потому что любовь которая пребывает вовек и любовь мужа и жены ее господь ждет своем царстве вот как мы когда-то стояли рука об руку перед аналоем так господь мужа и жену в счастливой старости совместной как одно целое уже ждет царстве небесном навсегда поэтому если получилось охлаждение усталость раздражение надо искать и каяться в чем я согрешил со своей стороны делать все чтобы восстановить эти отношения и господь поможет если вы не венчаны идти венчаться есть специальный чин супругов поживших в браке более 25 лет даже уже там и внуки могут быть вот они приходят и венчаются и каждый священник знает такие семьи я вам хочу сказать что очень много раз любой священник я по крайней мере вот скоро 30 лет как я в сане слышал от пожилых людей такие слова вот человек прожил в браке 30 40 50 лет и он говорит у нас был очень тяжелый совместный путь иногда все было гладко и хорошо иногда все скрижетал им и искрило иногда мы были на грани разрыва но сейчас когда я прожил жизнь я понимаю что промыслом божьим не для спасения нужен был именно этот человек и даже с этими его недостатками что так господь меня воспитывал для царства небесного был бы другой человек ничего во мне бы не справилась поэтому вот удивительно в таинстве венчания в конце священник обращается господу и говорит такие слова благослови господи твоя рабы твоим промыслом к общению брака сочетавшиеся в этом промысел божий что у тебя такой муж у тебя такая жена увидеть это потрудись и в конце концов перестань быть зацикленным на себе и смотреть что у тебя в душе сделай счастливым этого человека господь сошел с неба чтобы ты был спасен потому что это нужно было тебе ну если ты в браке тут тоже потрудись в этом направлении сделай другого человека спасенным и счастливым постарайся внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и и